МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очень доброжелательный человек, нам показывает, как здесь все устроено. Вот балкон с таким видом на море. Грустно на душе, но красиво. Суп с какой-то острой заправкой. Очень гостеприимный хозяин и очень прекрасное заведение. Очень по-домашнему все выглядит. Разные города разных стран, столицы. Светка сидит, как королева. Такой вот коктейль получается, пиво плюс соджик. И думаешь, неужели может быть настолько все хорошо? Ребята, сейчас заселяемся в отель. Здесь очень-очень доброжелательный хозяин. Здесь много бабе-кью. Много бабе-кью. Ты работаешь около 20 минут. Очень доброжелательный человек, нам показывает, как здесь все устроено. Вот в этом полотенчике, ключик вот такой вот здесь, хостел. Вот здесь огромная собака. Такой здоровый. В общем, в отеле здесь живет собака. Сейчас заселяемся. Вот такой вот гостевой дом, как guest house. Так, поднимаемся на третий этаж. Watch your head, аккуратно. Очень низкие потолки, кстати. Здесь Wi-Fi есть в отеле. Еще классно, что на каждом этаже есть кулер. Так, вот здесь две двухэтажные кровати. И, кстати, походу есть балкончик. Так, давайте все-таки выход на балкон покажу. Вот балкон с таким видом на море. Классно? Мне нравится. Стоимость этого номера получается 100 тысяч вон за четверых. Это 25 тысяч вон у человека за сутки. Так, вот такая душ. Душ. Такой самый простой азиатский душ. Все, вода уходит в пол. Занавеска. Что еще здесь есть? Паста зубная, кстати, есть. Хотя я пасту свою взял. Зубная паста. Вот, все самое простое. Туалет чистый. Все довольно чисто. Вот, кстати, даже есть очень милая прикроватная. Короче, тумбочка есть. Есть, получается, здесь фен. Так, фен, пульт от телека. И от кондиционера. Вот, вешалки. Ну, что, неплохо? Да, неплохо. Ну, да, кровати, надеюсь, чистые. Нет никаких ни клопов, ничего. Неплохой номер. Неплохой. Я думаю, есть еще дешевле и похуже. Есть, естественно, получше. И, кстати, что удобно. Обратите внимание, что везде есть эти розетки. Вон, сверху есть розетка. Вот, офигенно удобно. Сверху есть розетка. И снизу есть розетка на несколько устройств. Очень удобно. А, и здесь, кстати, свет есть у всех. Смотри, свет есть. У каждой кровати, кстати, есть свет. Обратили внимание? Тоже очень удобно. тут общая получается зона здесь в отеле есть смотрите бесплатное кофе и рамен доступны получается между 8 и 10 утра вот позавтракать можно здесь бесплатно такой потрясающий интерьер очень по-домашнему все выглядит все зону где можно взять приборы получается покушать водичка есть доступная бесплатно здесь есть такие маленькие конфетки можно взять попробовать целом вот такое здание находится ну в частном секторе можно сказать три этажа в принципе все довольно неплохо выглядит мне нравится нравится по-домашнему как-то так чем здесь нравится body хороший пёс добряк мне кажется старенький уже не очень ласковый потому что видимо его достали все здесь счастливые фотки тех кто уже оставался в этом хостеле виженка на торте этого отеля то что здесь есть крыша крыша на которую можно подниматься сейчас такой закат солнце садится вот есть получается столики чтобы посидеть можно поработать сделать барбекю очень уютно и вон море восточное море в корее вот здесь единственное место где можно курить вот в углу в этом как вам пишите в комментариях как вам этот отель мне кажется просто отличный нереально уютный вот и представляете так вечером пришел здесь можно выпить вина пообщаться просто кайф и вот до пляжа рукой подать это всего за 7000 за четырех человек садила набережной вот такой закат колесо обозрение прикольно смотрится в волде еще такие поля здесь такой очень какой-то бывает как удачный что ли я не знаю пляжный вайп ходишь кому-то бы в деревне и так спокойно тихо я не знаю не напряжная короче вообще как-то а вот они что делают они либо насыпают мне кажется либо насыпают еще пляж либо что-то устанавливают там огромное количество песка интересно что они делают чищают побережья на первый раз такое вижу попробуем водичку вода теплая вообще я тоже немножко намочил красота что в восторге меня даже не слов и вообще корей уже давно многие говорят вот кредит собак она давно уже dogs friendly здесь все ходят собаками как с детьми в корее не заводит детей вместо этого заводят собак сейчас у меня конечно очень грустно грустное настроение потому что это последние мои дни в южной корее даже как-то грустно на душе но красиво интересно то что все деревья вот эти сосны или ели я честно не особо не особо разбираюсь вот эти все деревья не с табличками то есть каждое дерево но с табличкой и эта табличка она с номером сунаму и сон это типа как сосна или ель а по но это номер 1543 вот в этого 1542 офигеть все деревья пронумерованы красота как корейцы до приезжают с палатками оставляют все свои вещи корейцы за столики привозят холодильники вот так вот они кушают то есть у них такие вот пикники здесь некоторые с палатками не просто интересно никаких платок до вечера сидят или на ночь они их на очень мне кажется не их убирать потому что здесь вода поднимается все затапливает поэтому я думаю что эти палатки нечисто до позднего вечера здесь у них по сравнению с сенчоном с сеулом мы как будто приехали со светом на какой-то отдых какой-то курорт это вот колесо обозрения на фоне заката вот какую-то музыку поют такую корейскую но как будто на 5 курортная тоже прям такой вайп здесь разные города разных стран столицы но не только столицы вот есть пеньян пеньян есть сидней владивосток токио и париж у меня очень такие сейчас смешанные эмоции и чувства потому что действительно осталось каких-то три дня в южной корее я уже я понимаю то что ближайшем будущем все будет хорошо все получится но конечно знаете иногда я не верю меня не идеальная жизнь не знаю к чему я вообще рассказываю хочу просто немножечко своим поделиться своими эмоциями которые сейчас происходят в моей душе а у меня далеко не идеальная жизнь но знаете иногда мне кажется то что я живу просто какой-то да что жизни мечты но то что я проживаю свою лучшую жизнь да это происходит не так часто происходит моменты может быть когда что-то происходит хорошая когда ты езжу когда что-то вижу новое но это действительно я думаю то что я проживаю свою лучшую жизнь и думаешь неужели может быть настолько все хорошо при том что сейчас у меня нет работы и непонятно туманное будущее но если настолько хорошо сейчас чувствую и в такие самые моменты я понимаю что все-таки я правильные решения принимаю в жизни почему потому что я себя чувствую счастливым так сейчас мы идем искать еду здесь есть такие заведения для мяса можно жарить света ведет не факт что придет нас правильно надеюсь мы сейчас придем короче есть целая улица где куча-куча заведений с корейской кухни с корейским барбекю вот мы как раз идем сейчас их ищем по запаху можно чувствовать что где-то здесь находится барбекю вот здесь улица она вся из барбекю кстати вот смотри вообще пусто нам советовал это место кстати наш владелица отеля сказал идите сюда здесь будет много барбекю хоть отдельно сказать про хозяина отеля то что он очень нам все мило объяснил подсказал при том что мы даже не спрашивались он нам дал карту в там все отметил куда идти он даже нам там хотел рассказать как добираться до сароксана но мы там уже сегодня были поэтому как бы мы сами добрались но первый раз такое то что человек прям полностью все так объясняет подробно куда сходить что посмотреть что поесть при том что мы там даже не спрашивали очень гостеприимный хозяин и очень прекрасное заведение don wu village town можно можно зайти посмотреть меню просто сейчас выбираем по ценам по качеству у света у нее свой критерий чтобы люди были вместе если люди есть в кафе в заведении значит там вкусно не знаю я потому с таким критерий не согласен но здесь есть люди по всей видимости самое конечно обидно это что здесь не то что обидно страны то что здесь везде вот эти поросятки вот и люди их там едят здесь их таким довольными нарисовали при том что скоро не будет съеден потом походу вообще скоро будут голову убить 20 свинину это немного 20000 вон свинина вот мне кажется это немножко дороговато сейчас пойдем другое место поищем вот такое заведение давай посмотрим что нам по ценам нашли вот такое вот место давайте смотреть меню через пациент действий супы и супы и все заливают очень странно чем заливать воду непонятно на смотрите цель безопасности они короче берут берут заливают сюда воду чтобы угли они не обожгли стопу что он деревянный стол из дерева вот такая штука это корейская барбекю вот мы даже не сделали заказу нам принести куча куча всякий закусок а вот смотрите здесь получается салат такой с кем-то с чем с майонезом вот есть потом салат салат суп с какой-то острой заправкой очень много листьев попробуем вот есть вот такие вот кольца лука вот чеснок танкаса похоже на танкасу все это будем с вами пробовать а краб острый краб острый это кимчи и вот что-то кукуруза с горошком так это мы принесли яйца и сыр так это у нас получается яйцо яйцо с сыром очень вкусно наверное единственное не острое было да на столе похоже что-то на танкасу попробуем рыба как будто бы в кляре как есть рис с мясом получается рис в листок и мясо вот можно например взять лист салата туда рис мясо кимчи чеснок выпивка по-корейски пиво получается и соджик соджик это корейская корейская водка слабоалкогольная 19 градусов здесь такой вот коктейль получает пиво плюс соджик соджик не чувствуется пиво перебивает его вкус и он просто как очень легко пьется все корейцы так пьют они кстати обычно знаете как делают они обычно эту рюмку ставят внутрь бокала сверху наливают пиво она как смешивается внутри всем доброе утро в общем вчера вечером прошла такая ситуация в нашем номере он наш номер там получается забилось забился туалет то есть хотя мы только приехали там буквально один раз смыли и забился туалет проблема корейских туалетов постоянно есть то что они постоянно забиваются и нас они стали переселять но вот рядом есть соседний номер здесь работающий туалет то есть мы теперь отбегаем этот туалет и здесь делаем свои девушки очень много крабов огромные крабы огромные вот здесь получается морепродукты делают я понимаю здесь не специализируется по всей видимости на крабов так как мы рядом с морем вот здесь просто огромное количество крабов вот здоровые такие еще как их как только вылавливать непонятно ай-яй-яй-яй-яй-яй ребята ребята какая красота сейчас покажу какая красота просто что-то бомбить невероятное смотрите такие рыбацкие лодки и вот рам рыбу ловят вот поставили здесь палатки вот этот их техничок и рыбаки рыбачат и на лодках рыбачат удивительно удивительно так видим только приехали что не особо много рыбы а это получается лодка от лодка на которой ходят и ловят рыбу красота очень хочет опять сюда мне пойти дом никому что мерзошит пройти посмотреть полазить но балде ну смотрите настоящая рыболовецкая лодка вот и такие прикольные здесь эти прикольные светильники интересно интересно мне кажется здесь это должна быть у них рыба вот в таких вот баках напишите должна быть рыба здесь или нет так вот друзья за моей спиной потрясающий мост потрясающим мост сакчар красота еще такой морской воздух здесь ходят лодки удивительное место смоленцы тест листы обраблю здесь приезжают на машинах ставят здесь стульчики столики тут рыбачит а дети отдыхают так вот видите удочки прям все оборудовано для комфортного отдыха вот эти маленькие судна есть короче прямо все здоровые там еще столько этих контейнеров видим они прям нормально ловит огромная лодка все ржавая вот но на ходу по всей видимости еще там судя по контейнером они успешно работать работать вот в таких катерах миграционная служба ловит всех кто работает нелегально вот на таких лодках это получается береговая охрана но не только ловит но этим тоже занимается честно говоря можно вообще не ходить ни на какие экскурсии просто так вот выйти гулять по городу потому что здесь на каждом углу что-то интересное что-то необычное ведешь так там там лодка там крабы рыбаки и смотришь тебе все интересные просто самая лучшая экскурсия когда ее нет когда фронтил гуляешь по городу и наслаждаешься вообще всем что вокруг сейчас в корейском бургер кинге делаем заказ вот здесь удобно то что можно выбрать английский язык в меню что бургер кинг вкуснее в россии или здесь здесь все эти тоже нравится мне не нравится в опер с беконом и сыром ну конечно очень большой очень вкусный бургер очень вкусный бекон сыр что еще котлета помидоры смотрите на каком обратно мы едем автобусе просто какой-то шик вот здесь такие кресла лакшери вот сетка сидит как королева поскольку место здесь есть подножки вот такие вот поддерево сделанные поручни просто кайф видите тоже экран как заполняются места вот и вот так вот все это сидит просто посмотрите лакшери лайф супер можно платить еще к с qr-кода вот можно так вот оплачивать наше соседое приключение небольшое подходит концу сейчас мы проводили свидетельных родителей и попрощались не знаю насколько когда мы с ними видимся но знаю то что видимся сто процентов обязательно подписан youtube канал подписан мой телеграм-канал в котором я рассказываю о всем что происходит в моей жизни что происходит в корее и мы с вами увидимся уже в следующем видео пока и кентя а а а а а а а